Мышонок Муси У художницы с ними очень теплые отношения. У меня, как у человека, который с детства каждое лето ездит в село, отношения с мышами начались очень давно. Мне даже сложно представить настоящую сельскую хату без мышей. Сказка мыши стала дебютом Сони как писательницы, а вот иллюстратором она уже работала. Поэтому неудивительно, что красочные образы мышей в рассказе – дело ее рук. Издатели уверены, веселые истории о приключениях зверушек понравятся и маленьким украинцам, и их родителям. Мышка этой книжки в том, что в ней добрые приключения, а во-вторых, образы, в которых малыши и не только, и их родители, и деды, и прадеды узнают себя, особенно мы, взрослые, немножко в таком ироническом ключе. Выше пилотаж литературы, когда автор не просто улыбается, а смеется немножко над собой. Продолжением книжки стала выставка картин на мышиную тематику. Главная их изюминка в том, что все они выполнены на необычных предметах, найденных на чердаке старого дома. Что важно в этом проекте? Что это такой себе концептуальный арт-проект для детей в первую очередь. Мы ведь знаем, что не на все выставки современного искусства могут прийти дети. На эту могут. Кроме этого, сказка победила в литературном конкурсе «Напиши обо мне книжку». Его проводит издательство детской литературы, чтобы сподвигнуть украинских писателей на создание новых книжек для самых маленьких читателей. Книжек, в которых каждый ребенок узнает себя и своих близких. Тамара Кононенко, Евгений Савицкий, UATV.